Здравствуйте, уважаемые слушатели вебинаров. Мы сегодня с вами поговорим о том, как арт-терапевтические упражнения можно использовать в коррекционной, развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В чате при регистрации я увидела, что среди нас есть и практические психологи. Те упражнения, которые я сегодня вам приложу, их могут использовать не только педагоги, воспитатели, но и практические психологи, но уже со своей конкретной целью. То есть при помощи этих упражнений можно будет провести диагностическую работу, провести диагностику. Далее можно провести коррекционные, решить коррекционные задачи. И завершающий этап обычно психологического консультирования – это выход в ресурс. Но эти упражнения, они не такие сложные, поэтому некоторые из них я подобрала. Сегодня мы с вами постараемся провести одно-два упражнения, потому что при заявке данной темы было прописано, какие материалы нужно было подготовить. В чате, пожалуйста, напишите, подготовили вы данные материалы или нет. Альбомные листы, два альбомных листа, краски, кисточки. Если подготовили, то мы с вами практически проведем, чтобы вы сами знали, как можно использовать данные рекомендации. Так, арт-терапевтические упражнения в коррекционной работе с детьми ОВЗ. Мы с вами знаем, что дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети в возрасте от рождения до 18 лет, которые могут иметь какие-то временные, а может быть и постоянные отклонения в физическом, либо психическом развитии. И, конечно, они нуждаются в специальных условиях обучения и воспитания. Проведение занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, конечно же, требует бережного и чуткого подхода. Почему? Потому что мы знаем, что дети нормы, они отличаются во многом. И развитие психических процессов также у детей с ОВЗ, оно идет на более медленном уровне. Но в любом случае эти психические процессы мы должны также… И психические состояния и свойства мы, конечно же, должны у данной категории детей развивать. И когда вы работаете с родителями, вот те упражнения, которые сегодня будут предложены, их можно выполнять вместе с родителями, то есть совместная работа. Потому что они будут эффективны для родителей, для снятия тревожности, да, различных психоэмоциональных состояний, в которых находятся люди, которые осуществляют уход за данной категорией детей. Поэтому, когда мы отбираем те или иные арт-терапевтические упражнения, мы всегда должны думать о том, как мы проведем данное занятие, какие сферы будут задействованы у ребенка, и как в последующем мы можем подготовить ребенка для того, чтобы внедрить какую-либо технику для развития ребенка. Конечно, арт-терапевтические методы, они обеспечиваются посредством творческой деятельности. Каждое арт-терапевтическое упражнение ребенок должен выполнять самостоятельно. Желательно, чтобы ребенок выполнял самостоятельно, но если он просит о помощи, мы что делаем? Мы демонстрируем, проговариваем каждое действие наше, ну а потом ребенок, он за нами как бы повторяет. Если эти вопросы будут учтены, то, конечно же, ребенок окажется в комфортной эмоциональной обстановке, самочувствие его как бы будет повышаться, и улучшится психологическое здоровье. Цель проведения вот таких занятий с использованием арт-терапии, конечно же, это коррекция внутренних психологических конфликтов, конечно же, это проблемы коммуникации, которые возникают у детей данной категории, и социализация детей, а также коррекция проблем эмоционально-личностного развития, в том числе это дети с расстройством аутистического спектра, это дети, которые имеют задержку умственного развития, или у них есть дефекты интеллекта, интеллектуального развития, дети с нарушениями речи, слуха, зрения, двигательных функций. Какие же задачи можно решить, используя арт-терапевтические упражнения, вообще используя арт-терапию именно в коррекционной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья? Во-первых, конечно, задача, которая решается, это пробуждение жизненных сил, активизация внутренних ресурсов ребенка, в том числе памяти и работоспособности, создание новых мотивов, установок, которые могут закрепиться в реальной жизни с помощью творческой деятельности. Также задача, которая решается при использовании арт-терапевтических упражнений, это развитие познавательной и эмоциональной сферы, также развитие творческих способностей. Задача, которая решается при проведении данных занятий, это компенсация недостающих возможностей. Помогают арт-терапевтические упражнения, они помогают формировать навыки межличностной коммуникации, они помогают налаживать внутреннюю целостность и, конечно же, помогают построить общение с самим собой, оптимизируют личностные качества и ресурсы, которые, конечно же, обеспечивают социальную адаптацию ребенка в социум. Когда мы проводим арт-терапевтические занятия, в это время прорабатываются реальные проблемы ребенка, запросы, фантазии. Если участвует семья, то запросы реальной семьи, родительские по отношению к ребенку ОВЗ, с которыми очень сложно работать вербально. Не всегда родители могут рассказать, подобрать конкретные слова, чтобы объяснить, что с ними происходит. Ребенок не может нам объяснить, что его волнует, что его тревожит. А именно арт-терапевтические продукты деятельности, то есть рисунки, допустим, нарисованные ребенком, мы можем что сделать? Увидеть в них конкретные проблемы, которые волнуют ребенка на данном этапе. Но если вы не имеете психологического образования, можно обратиться, скажем, к психологу. Но если психолог анализирует данный рисунок, желательно пригласить ребенка и родителей. Почему? Потому что все арт-терапевтические методики, техники, которые выполняются, они анализируются с автором. То есть автор нам должен объяснить, рассказать, ответить на наши какие-то поставленные вопросы, для того, чтобы уточнить там диагноз определенный, если данная техника проводится как диагностическая. Эффективность арт-терапии, она, конечно же, проявляется в коррекции, отклонений, нарушений личностного развития. Здесь мы используем внутренние ресурсы ребенка с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно, мы здесь что делаем? Рассматриваем механизмы саморегуляции. Такие занятия, они помогают ребенка чувствовать себя нужным. Он может во время этих упражнений узнать о себе что-то хорошее. Он может научиться развивать добрые отношения с людьми и окружающим миром. То есть мы помогаем процессу социализации. Арт-терапия, конечно же, она ориентирует ребенка оставаться творческой личностью. И с какой целью проводятся арт-терапевтические техники? Для того, чтобы оставаться самим собой и быть в социуме. Мы знаем, что арт-терапия – это метод психотерапии. И выделяется очень много видов в арт-терапии. В частности, сегодня мы с вами рассмотрим изотерапию. Если будет желание, в следующий раз мы можем рассмотреть и другие виды метода арт-терапии, где можно использовать другие материалы, допустим, пластилин, глина, и кукла-терапия, и другие формы, которые можно использовать в арт-терапии. Нитки цветные, ткани, то есть все материалы, которые достаточно, скажем так, приемлемы для работы в арт-терапии. Сегодня мы с вами рассмотрим определенный вид арт-терапического метода – это изотерапия. Это один из неиболее широко распространенных видов арт-терапии. При помощи изотерапии мы можем помочь решить разнообразные проблемы с помощью изобразительного искусства. Если мы говорим о изотерапии, арт-терапии, здесь не стоит вопрос о том, чтобы мы умели рисовать, о том, что мы оцениваем, насколько красиво рисуем. Нет, это изобразительное искусство. А в изотерапии, в арт-терапии мы обращаем внимание на сам процесс создания, допустим, рисунка какого-то продукта, как работа с различными материалами влияет именно на психику, на психические процессы, на психоэмоциональное состояние ребенка. Данный метод, он очень эффективный и действенный. Почему? Потому что он помогает человеку справиться с негативными эмоциями. А также любая техника, она помогает снять нервно-психическое напряжение. Допустим, данные техники предложенные вы можете использовать не только с детьми, вы можете в конце рабочего дня использовать для себя. То есть мы устаем в течение дня, мы возвращаемся с работы, и нам где-то нужно взять силы, восполнить свои ресурсы, для того, чтобы провести домашнюю работу, подготовиться к следующему рабочему дню. Вот здесь, пожалуйста, можно использовать данные техники. Для изобразительной деятельности, для, в частности, изотерапии, ну что используем? Мы используем различные краски. Можно использовать гуашь. Я для вас приготовила. Так как у нас дети ОВЗ, здесь мы должны определить для себя использование материалов, чтобы они были сертифицированы. Почему? Потому что это дети не нормы, у них есть различные отклонения, нарушения. Они могут эти краски, гуашь, взять в рот, и поэтому нужно будет, чтобы эти краски были сертифицированы и не наносили вред ребенку. В частности, вот гуашь, ну мы обычно используем гамма, карандаши есть, затем акварельные краски, акварельные медовые краски можно использовать. Также можно использовать вот краски здесь акварельные и еще есть ряд красок. Сейчас я вам назову. Здесь краски акварельные с ультрафиолетовой защитой яркости и пять неоновых цветов с увеличением объема красок. Можно границы проводить, да, данного какого-либо рисунка, но неоновые, вы знаете, они по цвету, по цветовой гамме имеют отличие от акварельных красок. Можно использовать акриловые краски. Сейчас, извините. Хорошо. Вот акриловые художественные краски, они разных оттенков. у меня вебинар, давай, нет. Хорошо. Так, такие краски можно использовать. И также я вам хотела бы предложить, может быть, кто-то и использует. Есть вот такие краски, витражные, да, флуоресцентные краски. Они светятся в темноте. И вот дети, именно, которые имеют проблемы со здоровьем, в частности, наша группа, категория детей, да, для них эти краски будут как бы интересны, и работы могут получиться очень такими яркими и красивыми. Так, это материал. Можно использовать карандаши в физотерапии, но сегодня мы будем использовать краски. Если вы приобретаете, то карандаши цветные желательно в большом, чтобы они в наборах были представлены, широкий ряд, как бы одного цвета. Вот то, что я вам показываю, здесь 36 цветов. То есть, допустим, даже возьмем красный, да, он представлен в шести, как бы шесть карандашей разной яркости. И каждый вот цвет, они как бы передают различные оттенки. Почему я рекомендую вам иметь большой спектр цветовой гаммы? Потому что, если опять же вы имеете психологическое образование, я здесь как бы подвожу к тому, что мы можем проводить диагностику по цветовой гамме, гамме, да, по люшеру. И, допустим, если у нас красный цвет представлен в ассортименте, шесть цветов, да, красного цвета, шесть цветов там, желтого цвета, мы можем даже использовать вот восемь цветов по люшеру. То есть, шесть детей у нас уже как бы по одному набору карандашей мы можем их охватить, то есть, как групповую работу провести. Также здесь вот прописано видим уголь, да, сейчас тоже очень хорошо используется в специализированных магазинах. Он как бы предложен, упакован, нужно использовать. Постель сейчас очень много, также цветовая гамма представлена. Восковые мелки нужно использовать. И кисточки. Здесь вот я вам хотела показать. Для того, чтобы использовать, допустим, технику изотерапии, желательно, чтобы наши кисточки были широкими. Это вот в наборе они художественные, можно и приобрести как бы подешевле, да, но обратите внимание, кисточка должна быть очень широкой. Хорошо. Карандаш, постель, восковые мелки, пластилин. Мам! Так же, когда мы используем изотерапию, изотерапию мы можем в процессе выполнения какого-либо упражнения или техники использовать пластилин. Пластилин мы можем использовать мягкий, обязательно здесь мягкий пластилин, потому что он очень быстро, как бы, когда ребенок берет в руки, да, он мягкий, и как бы здесь ведут, можно как и массажер, да, использовать. И старайтесь выбирать как можно больше цветов. Вот то, что я вам показываю, здесь 12 цветов, они есть 24, 36. Очень хороший мягкий пластилин. Затем для детей в норме и для детей с ОВЗ можно использовать мягкий пластилин. Они вот в таких упаковочках, очень яркие цвета. И почему он мягкий? Он как бы очень хорошо поддается, как бы можно создавать различные там фигурки, а можно его размазывать. Но почему он мягкий? Он потом застывает. То есть рисунок, как бы, вот как бы картина, которая была создана ребенком, она как бы остается на память ему, да, и он может время от времени рассматривать, использовать данный рисунок. Я рекомендую. Это очень хороший мягкий пластилин. Так, следующее. Это цветная бумага. Цветная бумага по составу, она может быть разная. И будет цветную бумагу можно использовать. Но так как это дети, опять же, категория ОВЗ, нам нужно, чтобы по плотности она была какой? Более тонкой. Не плотной, а тонкой. Почему? Потому что многие дети ОВЗ ножницы в руках держать не могут. И, конечно, нужно обучать, но если это групповая работа, почему цветная бумага тонкая должна быть? Ребенок будет рвать бумагу. Вот следующие у нас есть техники использования нужностей, но с ОВЗ обычно мы бумагу рвем. Почему? Потому что это дополнительная нагрузка идет и работа для пальчиков очень эффективна. То есть, когда мы используем технику изотерапии, можно использовать различные материалы. Это вот краски. глину можно использовать, пластилин, цветную бумагу, то есть, все то, что у нас есть под рукой. Здесь еще как бы есть некоторые категории детей, которые могут держать, как я уже говорила, ножницы. Здесь можно использовать ткани. Определенные техники выполнять. занятия по изотерапии мы можем проводить в индивидуальной форме, можем проводить в групповой форме. В зависимости от того, какую цель ставит специалист, в частности, если это психолог, то более как бы могут быть широкие цели, больше задачи решаться. Ну а если это педагог, то здесь идет задача в основном, что знакомство с новым материалом, развитие каких-то, скажем, может быть, способностей, склонностей. И также самое главное, если педагог использует эти упражнения, это психоэмоциональное состояние, приведение в норму психоэмоционального состояния. И вот психолог как бы может проводить специальные упражнения и брать такие задания, которые конкретно направлены на определенный запрос. Когда все задания выполнены, то переходим ко второму этапу, то есть здесь анализ, осмысление того материала, информацию, которую удалось получить в ходе занятий. Если это психолог, то работа может быть как бы в диагностическом направлении. По работе мы можем как бы для себя увидеть какие-то определенные, получить определенные материалы, информацию. И на данном этапе участников занятий часто происходит свое личное озарение. могут быть инсайты, могут быть моменты ясности и понимания своей проблемы. Даже допустим одно индивидуальное занятие или проведенный тренинг польза терапии, он способен дать новый положительный опыт и конечно открыть человеку что-то о чем он даже и не догадывался, может быть и не знал. вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и художественную деятельность они имеют большую эффективность и помогают решать проблемы для того, чтобы укрепить физическое здоровье ребенка, психическое здоровье и конечно же они помогают предупредить появление вторичных отклонений и самое главное улучшить психоэмоциональное состояние ребенка. А если работа выполняется совместно с родителями, то конечно улучшается и психоэмоциональное состояние родителей и взрослых. И техника, которую мы сегодня разберем, упражнения, которые используются в арт-терапии, в частности в изотерапии, монотипы. В чате я не увидела материалы подготовили, нет, если подготовили, сейчас мы с вами эту работу выполним, я разъясню. Можно будет даже если вы прикрепите какую-либо работу просмотреть и может быть даже огонек, значит у нас есть, кто подготовил материалов. Хорошо, спасибо. Значит, монотипе упражнения. Цель данного упражнения мы развиваем творческое мышление ребенка, развиваем воображение, мы помогаем создать дополнительный смысл имеющегося объекта. для того, чтобы провести данную технику монотипе нам понадобятся краски, гуашь можно, акварельные краски, акриловые, масляные можно, любые краски, какие у вас есть, широкая кисточка. Если, допустим, ребенок с ограниченными возможностями, ему сложно держать кисточку, можно использовать тампон, будет легче, альбомные листы, в данном случае два альбомных листа можно использовать. Данную технику можно использовать в нескольких вариантах. Можно использовать альбомные листы, это одна техника, можно использовать пластмассовую доску, доска пластмассовая, можно использовать органическое стекло, которое специально рекомендовано для занятий с детьми дошкольного, младшего школьного возраста. Почему органическое стекло? Оно не бьется и для здоровья ребенка не имеет вреда. Если мы используем пластмассовую доску или органическое стекло, мы на нем наносим рисунок и потом отпечаток делаем на альбомный лист. Сейчас, пожалуйста, приготовьте альбомный лист. Мы обычно для своих занятий используем вот такую бумагу для акварели, 10 листов. Почему я показываю выбор данной бумаги? Потому что она плотнее альбомного листа. Плотнее. Два альбомных листа, четыре берем. Вы подготовили воду, подготовили краски, кисточки. А сейчас, пожалуйста, сядьте удобнее. Сделайте глубокий вдох брюшной полостью, выдох. Можно даже встать, как бы выполнить данное упражнение. Постарайтесь, если вы работаете с запросом, то постарайтесь как бы подумать о том, что, может быть, вас в данный момент беспокоит. Потому что в процессе выполнения данного упражнения вы можете что сделать? Получить ответ на поставленную задачу. То есть данную технику можно выполнить в технике запроса. Берем один альбомный лист, второй откладываем. Вот так не нужно. То есть мы убираем. Берем один альбомный лист. И на этом альбомном листе сейчас вам нужно будет выполнить рисунок. Рисуем то, что мы желаем вот сейчас, в данный момент. Если у вас не возникает какого-то конкретного образа, вы можете просто этот весь лист заполнить теми цветами, которые вот в данный момент вам понравились. Вы смотрите на те цвета, которые приготовили, да, на цветовую гамму. Выбираете то, что сейчас вам вот хотелось бы использовать. И заполняем весь лист, весь лист. Работа окрашивания должна быть мокрой. То есть нужно сначала весь лист бумаги смочить водой. Водой полностью смочить. И потом наносим на этот лист. И нарисуйте, пожалуйста, рисунок. Работа должна быть мокрая. Если мы выполняем данную технику с ребенком ОВЗ, торопить ни в коем случае не стоит. Даем ребенку столько времени, сколько ему потребуется. Но обычно ребенок рисует 15-20 минут. Если, допустим, он не дорисовал, можем до 30 минут. После того, как вы нарисовали, рисунок у вас мокрый, вы что делаете? Вы берете второй лист бумаги и накладываете на то, что у вас получилось. И что делаем? Прижимаем, крепко прижимаем. И потом лист поднимаем верхний. И будем работать с отпечатком. Монотипы в переводе означают отпечаток. Отпечаток. Если кто-то желает продемонстрировать то, что у вас отпечаталось, вы можете в чат прикрепить. И если откроется рисунок, можно будет даже посмотреть, что там получилось. Получился отпечаток? Сейчас я вам скажу, что нужно с этим делать. Для педагогов данная техника... Спасибо за обратную связь. Получилось. Вот отпечаток получился. Для педагогов, воспитателей данную технику можно использовать как, скажем, ресурсное. То есть вот получился отпечаток. Теперь мы внимательно этот отпечаток рассматриваем. И там могут появиться какие-либо образы. И затем ребенок видит эти образы и дорисовывает. То есть если педагог, воспитатель, отпечаток, мы что делаем? Обводим границы и как бы проявляем тот рисунок. Может быть там животное получилось, да? Или может быть какие-то фигурки проявились. То есть то, что ребенок увидел, он это проявляет. Если вы психолог, данную технику можно использовать в монотипе как диагностическую технику, то есть диагностика. Можно задать несколько вопросов клиенту. И он ответит. И затем можно увидеть, какие образы получились, что там, что его беспокоит. Если обозначился какой-то запрос конкретный, можно здесь же как бы коррекцию провести и вывести в ресурс. Эта техника в монотипе, можно сказать, уникальная. Почему? Потому что она работает не только с детьми, но и со взрослым населением. И с детьми, и с подростками, и с взрослым населением. То есть становятся, проявляются как бы некоторые моменты подсознательного и бессознательного. И в процессе работы по данной технике можно провести полноценную психологическую консультацию. Потому что я в чате видела, вот у нас когда психолог присоединился. То есть вы можете данную технику использовать. Но обычно дети, чтобы, скажем, альбомный лист он же впитывает, если недостаточно влажный, можно использовать стекло. Если нет стекла, можно даже, знаете, что использовать? Вот у нас есть же для учащихся младши, школьного возраста, для дошкольников. Сейчас я вам покажу. Есть подложка для пластилина. Вот я обычно, если у меня есть несколько разных размеров, вот этот большой, вот даже видно, да, что краски, можно использовать вот такие подложки, на них прям наносить, а потом можно же помыть. Они есть размером меньше, А4 есть, есть еще меньше, если это дошкольники. То есть вот это очень хорошо для детей. Они рисуют, это не впитывается, не высыхает, и потом приложили вот этот альбомный лист, и очень хороший отпечаток получается. То есть все материалы, которые доступны, они у нас есть, под рукой, можно использовать. Так, пожалуйста, уважаемые слушатели, посмотрите, какие у вас получились отпечатки, появились ли какие-либо фигуры, есть ли там какие-то, может быть, даже ситуации могут быть, которые в данный момент вас волнуют. Если вы там очертания увидели, можно взять цветной карандаш, можно взять пломастер, и эти фигуры, что сделать, обвести. То есть они проявляются, и потом вы подумаете, что это, к чему это, о чем это, и что нужно сделать для того, чтобы, скажем, если оно вас напрягает, что нужно сделать, какие шаги, какие-то действия, чтобы устранить. Так, это была техника монотипия. Никто не желает прикрепить рисунок? Да, абстрактный. Ну, не знаю, как это сделать на этой платформе. Вы можете сфотографировать Дина, и прикрепляется, по-моему. Следующая техника. Техника называется рисование пластилина. Данная техника, она развивает мелкую моторику обеих рук, пальчиков, координация движения рук, глазомер, пространственное мышление, элементарные творческие способности развивает, чувство цвета, чувство формы, чувство пропорции, конечно же, тактильная стимуляция идет пальчиков. Какие материалы мы используем? Как я уже вам показывала, мягкий пластилин. Ну, вот данную технику я с маленькими детьми использую. Вот мягкий пластилин, о котором я вам говорила, очень яркие цвета. Воздушный пластилин он называется. Затем здесь можно использовать раскраски. Но сейчас я вам не положу. Так, раскраски. Вот такие есть наборы по четыре, внутри четыре этих, так называются, трафарета. Здесь, в данном случае, сказки, в гостях сказки. Вот они в таком варианте. А4. Здесь уже пластилин есть. Это вот чистый. Мы также используем вот оборотную сторону, рисуем, да, монотипы. А здесь уже с пластилином можно. То есть разные техники. Это герои сказок различные. Ну, допустим, вот возьмем золотую рыбку. Можно использовать готовые материалы. Берем мягкий пластилин. И что делаем? Размазываем. Размазываем. И сначала мы что делаем? Мы сами показываем на другом листе, да, ребенку, какие действия нужно совершать. А потом уже на своем, как бы, материале ребенок там рисует. Здесь и работа. Обратите внимание, когда вы используете эту технику, нужно следить за тем, чтобы ребенок использовал обе руки, да, пальчики. Все 10 пальчиков. Не одной сидел там, правый или левый ведущий, а непосредственно, чтобы он работал двумя руками. Так. Это можно использовать специальные, как бы, представленные макеты, да, по которым. Затем можно здесь также использовать вот различные, есть такие шаблоны, да, шаблоны. Можно использовать, здесь есть, как бы, границы, и ребенок может их размазывать. Затем мы можем в интернете распечатать, распечатки, как бы, раздать. Но бумага А4, мы все знаем, она какая. Она мягкая, она может, как бы, не плотная, да, она может что-то сделать, порваться. Рвется бумага, и ребенок, тем более ОВЗ, он может расстроиться. Поэтому желательно, чтобы рисунки были на плотной бумаге, на альбомном листе. Вот такие различные у нас есть, мы используем, отрываем, да, и каждому ребенку даем различные такие, как раскраски. Но рисунки должны быть именно крупные для того, чтобы ребенок смог данную технику использовать. Для того, чтобы использовать данную технику, клеенка, конечно же, клеенка, вот то, что я вам показываю. И ребенок спокойно работает и не боится, что там испачкается. Стейки, они прикладываются и к пластилину в упаковке есть, и мягкий пластилин, который есть. Сейчас сделаю. Так, с пластилином как работать, данную технику использовать, я думаю, понятно, да? Значит, в ходе данного упражнения, которое мы выполняем, да, ребенку предлагаются несколько изображений для раскраски. Несколько. Ребенок сам выбирает. И пластилин он также выбирает. Если он желает, он может использовать мягкий пластилин. Нет, такой вот. Такой наш обычный стандартный пластилин. Конечно, здесь желательно и нужно показать на черновике, как можно использовать пластилин. И мягко направлять действия ребенка, проговаривая то, что вы делаете. Но ни в коем случае не нужно делать работу за ребенка. Нужно, чтобы ребенок все-таки сам пытался что делать? Закрасить области, которые нужно... Конечно, многие дети выходят за границы. Но здесь ничего страшного. Вы можете взять стикер и вот этим стикером убрать то, что вылезло за границы. Но опять же не используем работу ребенка, а вот черновик, на котором вы показываете, как размазывали. И можно продемонстрировать, как убрать то, что вышло за границу. Здесь, когда мы выполняем данное упражнение, нежелательно торопить ребенка. Мы должны предоставить ребенку столько времени, сколько ему нужно. Выполняя данную технику, что ребенок выражает себя. Он демонстрирует свои возможности, уровень своих возможностей. Нежелательно указывать... Вот ребенок выполняет работу, да, нежелательно указывать ему, каким должен быть этот рисунок, какой цвет должен быть. Ребенок сам выбирает. Перед ним там множество цветов, и сам он выбирает то, что в данный момент ему нравится. Если опять же вы имеете психологическое образование и владеете как бы интерпретацией цвета по люшеру, вы можете определить, какой цвет первый ребенок использует, какую область он закрашивает, сколько вообще данного цвета вот в данном рисунке. То есть это все диагностично. Конечно, когда мы выполняем данную технику, нам нужно помнить, что важен сам процесс. Когда выполняет упражнение ребенок, у него работают две руки. Если работают две руки, мы знаем, идет работа обеих полушарий, правого и левого. И, конечно же, происходит обогащение сенсорного опыта и развивается воображение. Куда ты пошла раньше? Далее, когда работа будет выполнена, завершаем совместным обсуждением полученной работы. То есть ребенок нам рассказывает, какие эмоции у него были, когда он выполнял это упражнение, какие чувства возникли. Может быть, он вспомнил какую-либо ситуацию, в которой находился. То есть ребенок может комментировать, почему он выбрал именно данный цвет. То есть педагогу желательно совместно обсудить полученную работу. И еще, значит, вот я вам показывала материал, чем хороши вот эти трафареты. То, что после того, как ребенок выполнил, после того, как выполнил, он уже ушел, да, он не видит, и вы что делаете? Стикером убираете этот пластилин, потом можно и промыть. Влажные салфетки даже, если мы ее протрем, это все удаляется, и в следующий раз другой ребенок может использовать. Вот очень удобные макеты. Это у нас была техника, начата работа с пластилином, рисование с пластилином. Так, надо ускориться. Следующая техника, с которой я хотела бы вас познакомить, как метод изотерапии, аппликация. Здесь цель какая ставится? Развитие мелкой моторики обеих рук, координация движения рук, глазомер, пространственное мышление, элементарные творческие способности развиваются, чувство цвета, сенсорная стимуляция. Что нам нужно? Нам нужна бумага, опять же, плотная бумага. А4 можно меньше использовать. Почему меньше? Потому что ребенок с ОВЗ, ему очень сложно полный лист А4 заполнить. Если будет меньше, то как бы и работа будет меньше. Ножницы. Если ребенок умеет держать ножницы, работаем ножницами, если ребенок как бы недостаточно владеет ножницами, мы можем бумагу цветную рвать. Раскраска нужна будет, или заранее подготовленный рисунок, то есть распечатанный рисунок, или вот то, что я вам уже показывала, различные у нас шаблоны есть, да, мы что делаем? Берем и раздаем детям шаблон. И цветная бумага. Цветная бумага, как вначале я сказала, должна быть не очень плотная, тонкая, чтобы ребенок мог рвать. Цветную бумагу можно использовать. Можно использовать вот различные обложки от журналов. Они тоже хорошо рвутся. И не важно, что там нарисовано. Для нас важно, что есть цвет. Цветовая гамма очень важна для работы вообще с детьми, да, и особенности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фольгу можно использовать разноцветные лоскутки ткани, в том случае, если ребенок владеет нужницами. Данную технику можно применять и для воспитателей в детском саду, когда вы проводите занятия, и для учителей начальных классов, может быть, вы на уроках технологии применяете. Здесь у нас упражнение, как выполняется. Ребенку предлагается, опять же, выбрать несколько изображений для того, чтобы создать аппликацию. После того, как ребенок сделал выбор, ему дается материал, опять же, на выбор. Или цветная бумага будет, или, допустим, вот такие заготовки, которые используются. И перед ребенком стоит задача, вот это изображение, которое у него есть, заполнить различными цветами. Ну, допустим, вот у нас собачка, и ребенок что делает? Он наносит клеем, карандашом полностью клей, и затем берет цветную бумагу или любой другой материал, который есть, обрывает на мелкие кусочки и приклеивает. И получается определенный рисунок. Придается цвет, придается форма изображению с помощью кусочков цветной бумаги или кусочков мелкой ткани. То есть здесь можно использовать все, что угодно. Если, допустим, вы желаете использовать данную технику для детей нормы, то есть для здоровых детей, здесь можно использовать различные, вот этот бисер можно использовать, да, и различные, вот есть специальные мозаики цветные, можно использовать данный материал. Но для детей ОВЗ нежелательно. Почему? Потому что они очень мелкие, им будет очень сложно, и не дай бог еще заглотит. Ребенок может вырезать кусочки любой формы, любой величины. Он даже может как бы использовать большие кусочки бумаги. То есть мы не ограничиваем ребенка. То есть как он желает, так и использует эту бумагу, фольгу, и все это делает, как бы приклеивает на лист. Полученные детали, подготовленные, полученные детали, он приклеивает на раскраску и заполняет изображение. В данном упражнении также можно использовать смешанную технику. Можно часть раскраски заполнить аппликацией. Ну вот здесь вот, допустим. Там, где какие части, потому что это ребенок же ОВЗ, почему разные техники используют. Он может рвать бумагу, да, приклеивать, он устал. Если он устал, можно как бы тревожность, может быть, да, раздражение может появиться. То есть какую-то часть он заполнил аппликацией, затем можно предложить, чтобы какую-то часть он раскрасил красками, фломастерами или карандашами. А какую-то часть он может замазать пластилином. То есть техника будет смешанная. Вы по состоянию ребенка можете сами предлагать ему использовать различные материалы. И по завершении, когда работа завершена, мы что делаем? Мы с ребенком, конечно же, обсуждаем сам процесс выполнения. Сам процесс выполнения. Для детей с нарушением интеллекта, для детей, которые имеют неречевые нарушения, важен сам процесс тактильной сенсорной стимуляции. Почему? Потому что ребенок что делает? Он рвет, приклеивает, потом пластилина размазывает. У него идет работа, вот именно мелкая моторика. А мы все знаем, что у нас на подушечках пальцев расположено нервное окончание, которое стимулирует наш головной мозг, полушарий в частности. Результат выполненного упражнения. Можно, когда мы выполняем данные упражнения, мы можем именно извлечь эмоциональный отклик, отклик ребенка. Важен сам процесс создания какой-то композиции, какой-то работы, а не то, что получилось. Конечно же, рисунки, особенно вот в этой технике, получаются очень красивыми. Можно использовать не только с детьми, можно использовать и со взрослыми. Опять же, как я вам уже сказала, используем полный лист А4 или только половинку. Почему? Потому что очень сложно детям полностью завершить данный рисунок. Очень сложно им сосредоточить внимание. Следующее – пальчиковые краски. Время у меня завершается. Пальчиковые краски. Я думаю, все вы знакомы с этим материалом. Используя пальчиковые краски, мы что делаем? Мы развиваем мелкую моторику обеих рук, координацию движений рук, глазомер. Развиваем элементарные творческие процессы, чувство цвета. Даем сенсорную стимуляцию. Почему? Потому что, опять же, пальчиками. В особенности здесь речевая зона головного мозга. Материалы. Специализированные пальчиковые краски. Они есть, да? Четырех цветов. Красный, желтый, синий, зеленый. Их можно смешивать. Там другие цвета получаются. Плотная бумага, которую я вам уже демонстрировала. Салфетки для рук. Можно использовать, если нет пальчиковых красок. Можно гуашь использовать. Но, опять же, нужно посмотреть, чтобы не было аллергии у ребенка. А можно приготовить пальчиковые краски своими руками. Состав, как готовить, вы можете найти в интернете. Когда мы проводим занятия, используя пальчиковые краски, мы знакомим ребенка с пальчиковыми красками. Мы показываем ему, как нужно использовать их. То есть наносим, показываем. В зависимости от развития ребенка, мы оказываем ему необходимую помощь при выполнении задания. Перед ребенком можно поставить любую задачу, исходя из ваших целей. Если это развивающее занятие, значит будет развивающий цель. Если это коррекционная, значит коррекционная цель будет. Например, можно попросить ребенка нарисовать дом. Можно попросить нарисовать дерево или что-то просто абстрактное. Радугу можно. То есть если радуга, то здесь идет и знакомство, и закрепление цвета. На занятиях чаще всего предоставляется детям... Почему используют пальчиковые краски? Потому что детям предоставляется возможность попачкаться, повозюкать краской по бумаге, оставить какие-то свои отпечатки. Если это групповая работа, можно использовать бумагу А3 в Акман. То есть несколько детей рисуют, да? Отпечатки, допустим, оставляют. Здесь важен сам процесс. Почему? Потому что это очень хорошая стимуляция для основных наших сенсоров. Это тактильные, зрительные. Можно использовать пальчиковые краски с добавлением крупиц. Ну, допустим, вот манную крупу мы обычно добавляем. Почему? Потому что когда пальчиками опять же идет стимуляция, да, даже сами можете попробовать, очень эффект вы почувствуете. Крупицы добавляются для того, чтобы развивать именно тактильное восприятие. Когда мы крупицы добавляем, у детей повышается настроение. Им очень нравится рисовать руками, вне зависимости от того, какое нарушение они имеют. И, конечно, каждый ребенок любит это делать и всегда рад порисовать именно в технике пальчиковых красок. Также можно использовать соль, мелкую соль можно добавлять в пальчиковые краски, покрупнее. Но там как бы нужно смотреть, чтобы у ребенка не было порезов, не было там кожных заболеваний. Только в этом случае используем. Еще что, то есть разные цвета можно использовать в смешении красок. Можно предложить ребенку, чтобы он желтый с красным смешал цвет, да, синий с зеленым. То есть ребенок может увидеть, какие новые цвета появляются, когда мы смешиваем различные цвета. То есть здесь можно очень разные варианты использовать. И можно использовать, как я вам уже показывала, вот флуорицентные пальчиковые краски есть. Вот такие можно, они разные цветовой гаммы. Цель, когда мы используем данные пальчиковые краски, развитие мелкой моторики обеих рук, координация движений, глазомер, чувство цвета, сенсорная стимуляция, здесь особенно зрительная. Здесь идет еще расширение жизненного опыта детей. В процессе работы с данными красками идет расслабление, развитие воображения и развитие творческих способностей. Используются материалы специализированные флуорицентные пальчиковые краски. Можно использовать гуашь флуорицентную, да, если у ребенка нет опять аллергии. Плотная бумага, салфетки для рук и лампу можно использовать. Почему лампа? Потому что в темноте эти краски светятся. Тут еще как бы новые эмоции, эмоциональное состояние улучшается у ребенка. В ходе занятий, когда мы используем такого вида краски, они, эти занятия будут необычными, они будут отличаться. Почему? Потому что сам творческий процесс, он будет проходить в темноте при свете лампы. А при дневном свете как бы одни получаются цвета, вот ярко выраженные. Если мы лампу включаем, да, там другие оттенки будут давать. Рисование в темноте именно светящейся краской дает детям новые ощущения именно зрительного восприятия. А при свете ультрафиолета рисунки будут выглядеть очень эффектно и будут доставлять массу положительных эмоций для детей. Так, ну у нас по времени как? Здесь, когда вы будете просматривать презентацию, можете посмотреть еще несколько упражнений. Как трафареты, то есть готовые трафареты. Тоже техника задачи, цель, какие материалы. Раскраски тоже можно использовать. Рассмотрите. Изотерапия, конечно же, она занимает значимое положение практической деятельности педагога и не только психолога, работающего с детьми ОВЗ. Художественные навыки и знания, они дают возможность максимально задействовать ребенка в данном рабочем процессе. И самое главное, они... Они вызывают вот эти упражнения арт-терапевтические, они вызывают у ребенка неподдельный интерес и, конечно же, способствуют налаживанию доверительных отношений. Они мотивируют их, благоприятно сказываются на дальнейшем проведении занятий. То есть такие упражнения, они нужны для того, чтобы как бы подготовить ребенка к процессу обучения. И здесь стоит сказать об эффективности арт-терапии. Конечно же, мы судим на основании положительной динамики в развитии, в активизации участия вот ребенка в занятиях. Усиление интереса к результатам собственного творчества и увеличение времени самостоятельных занятий. Почему? Потому что если ребенку нравится, он может и в домашних условиях как бы попросить у родителей материала, да, и самостоятельно выполнить эти техники. Ее эффективность проявляется в коррекции отклонений и нарушений личностного развития. Также данные упражнения, они предупреждают вторичное отклонение в развитии. Данная техника, она вот арт-терапия, да, в частности изотерапия, она незаменима при использовании внутренних ресурсов детей с ОВЗ, особенно для развития механизмов саморегуляции. Она помогает ребенку чувствовать себя нужным, узнавать о себе хорошее, развивать добрые отношения с людьми и, конечно же, с окружающим миром. Навыки, умения, которые приобретаются в процессе использования арт-терапевтических упражнений, они ориентируют ребенка оставаться творческой личностью. И, конечно, они помогают жить в ладу самим собой и социумом. И, конечно, проведенные многочисленные исследования, данные, они говорят о том, что дети с ограниченными возможностями нередко открывают в себе творческие способности. И после прекращения, допустим, таких занятий, развивающих коррекционных, они продолжают самостоятельно, увлеченно заниматься разными видами творчества. Изотерапия, как отдельный вид направления арт-терапии, она дает возможность достичь существенных результатов в улучшении психоэмоционального состояния у детей, дает коррекцию эмоционально-волевых качеств, конечно же, развивает познавательные процессы ребенка, ОВЗ. Каждый ребенок, мы знаем, любит рисовать, он любит создавать что-то новое своими руками, дает им, арт-терапия, она дает такую возможность. Огромное количество современных художественных материалов на сегодняшний день, различные техники, они открывают перед детьми огромный мир изобразительной деятельности. Таким образом, самое главное при проведении занятий по изотерапии с детьми, это быть доброжелательным к ребенку, это помогать ему, направлять ребенка, и, конечно же, поддерживать и не давать оценки действиям ребенка и продукту деятельности. То есть не говорить, что там неверно или верно. Но почему я не давать рекомендую? Это не я рекомендую психологи. Почему? Потому что изотерапию, арт-терапию мы используем как метод для того, чтобы развивать ребенка, поддержать ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Оценивать мы можем только, если психолог использует арт-терапию в форме диагностики, когда ребенок приходит с родителями на консультацию. Арт-терапию и методы изотерапии мы используем для того, чтобы развивать ребенка. Мы ставим цель именно развития, коррекции и недопущения вторичных каких-либо повреждений в психике ребенка. На этом мы с вами завершаем. Спасибо за внимание. Там есть еще некоторые упражнения, вы их можете потом рассмотреть. До свидания.